Псориазы, нейродерниты, атопические дерматиты, все, что связано с кожей. Причины. Первая причина. Стрессы. Так и называется нейродермит. Среди полного здоровья у человека выделяется адреналин и начинается пусковой процесс. Больница рядом жалуется, что все было нормально, случилась какая-то проблема, там 5 лет не было обострения или 10 лет не было обострения, и на фоне нервного стресса посыпало. Что такое может случиться на фоне нервного стресса? На фоне нервного стресса выделяются гормоны, как золо, адреналин и другие гормоны стресса. И происходит потеря контроля центральной нервной системы за жизненно важными органами и иммунитетом. То есть здесь имеется такая связь. Стресс блокирует иммунитет. Иммунитет перестает отслеживать паразитарные факторы. И возникает резкое размножение. Казалось бы, какая связь между нервами и кожей, да? Так вот сложно связь провести. Связь через иммунитет. Вторая причина. Еда. Значит, самым неблагоприятным фактором для солиата является то, что кормит грибов и глистов. С одной стороны, это хорошая еда. Ну, например, картошка. Нормальная еда, да? Она не токсическая никакая. Или, например, белые булки. Негенно-модифицированные. Хорошая еда. Ну, что плохого? В белом батоне. Или что плохого, например, в пирожках с капустой. Или в пирожках, там, я не знаю, с картошкой. Ничего плохого нет. И назвать это токсической едой нельзя. Но, тем не менее, при псориазе, все, что идет с добавлением дрожжей, хлеба, муки, сахара, все будет являться токсической едой для кожи. Поэтому, с одной стороны, надо убрать минусовую токсическую еду, это копчености, это глутаматы, это то, что мы с вами много раз уже на этом останавливались. С другой стороны, даже хорошая еда, белково-сахарная, мучная, углеводная, для больных с кожными заболеваниями является противопоказанной. Сюда же относится молоко. Все, что связано с молоком, кофе с молоком, взбитые сливки, мороженое, сгущенка и так далее, при псориазе противопоказано. При экземе, при аллергии, при диатезе, при нейродермите, при всех кожных заболеваниях. Конкретно, чем должен питаться больной, у которого пострадала, уже пострадала кожа. Уже. Мы не говорим сейчас профилактика кожных заболеваний. Мы говорим, конкретно экзема, нейродермит, царианс. Значит, то, что нельзя, очень много. То, что можно, гораздо меньше. Поэтому мы будем записывать то, что можно. Итак, прямо пишите под запись. Овощной туб. С небольшим количеством картошек. Ну, то есть, немножечко можно, но не картофельным дуре. Дальше. Тушеные овощи. Небольшое количество молочно-кислых продуктов. Печеные овощи все, пожалуйста. Большое количество клей в чатке. То есть, это отруби. Это все визы клейчатки. Какие найдете? Это все зелень. Это немножко рыбы. Это очень небольшое количество орехов. Миндаль. Кедровые. Это небольшое количество семечек можно. Чтобы белок набирать, потому что мясо нежелательно. Это бездрожжевой хлеб. Принципиально. Сывороточный. Сейчас у вас полно в Москве любого хлеба. Цельнозернового, зернового, бездрожжевого, на сыворотке. Это всякие сухари, галеты в эту сторону. То есть, сушеный хлеб. Это лаваши какие-нибудь. Собственное изготовление. Или... Единственное, что лаваши надо прожигать в духовке. Потому что мука, из которой их сейчас делают, в обычном питании. Она часто бывает грибковая. И будет дополнительный подбор грибка. Это каши. Гречка. Пшено, просо, перловка. Овес. Это ягоды кислые. Клюква, брусника. Например. Вот мы не писали клубнику. Ничего себе не добавляете. Да? Потому что если клубнику съест ребенок с псориазом или с нейродернитом, то он покроется еще в три слоя. Поэтому клюква, брусника, калина, рябина, черная-красная смородина. Вероятно, в каком-то адаптированном виде. Ну, наверное, бананы можно ребенку. Это просто как-то это. Редиски можно. У них клетчатка, сера. Это обязательно должны быть продукты с кальцием. Это может быть финики, например. Можно сыр, сулугуни, сметану. Это, безусловно, фрукты. Желательно свои. Ну, как получится. Яблоки, груши. Значит, можно сухофрукты. Сухофрукты можно курага, можно чернослив. Нужно даже. Не просто можно, а нужно. Единственное, берете самый некосистый. Если это урюк, берете, то пересыпанный там вот порошком таким продаются, пятнистый. Ни в коем случае не копченую курагу. То есть то, что... Есть, например, это чернослив, то прессованный в блоках таких. И вот. Надо. Что? Прессованные надо. Ну, дело в том, что если это не прессованные, то это копченые там, будет уже токсические, с отравляющими веществами. То есть вот это можно. Наверняка можно еще что-то, то, что мы забыли. Но просто анализируйте у себя уже в голове. Дальше пишите. Вариант противопаразитарного питания. Весь. Мы его писали с вами. Начиная от кипленных семечек, заканчивая чесноком. Это продукт от 20, наверное, получится. Весь вариант противогрибкового питания. Просила грибкова, скажите. Вот, товарищи, мы уже... Мы на питании не можем все репсидеть. Мы уже с еще раз говорили. У нас есть прямо лекции. Грибки конкретно. Потому что если мы сейчас в сторону грибков пойдем, мы, кажется, до конца часа будем с этим сидеть. То есть есть отдельно диск бактерий, отдельно диск вирусов, отдельно диск грибы, отдельно диск паразиты. Есть полная концепция питания. То есть невозможно в один час затолкать всю информацию. Хотя бы систему уловить, да? Потому что если будет только питание, ничего не получится. Следующая вода. Я скажу так, раз в неделю, раз-два раза в неделю, желательно какое-нибудь белое мясо. Либо кролик, либо, может быть, телятина молодая. И мясо должно быть в полусыром виде, то есть либо фрикадельки, либо что-то такое легкое. Либо просто отварной кусок мяса, достаточно такой. Мясо должно быть жирноватым. Не обезжиренное мясо. Чем больше в мясе жира, тем лучше для кожи. Потому что жирные кислоты для кожи. То есть здесь не вопрос постного мяса, да? Здесь вопрос чистого мяса. Если курица всойдет с гормонами, то мальчикам точно нельзя, и мужчинам. Женщинам условно можно, но гормоны это тоже как бы очень здорово. Напитки. Органические кислоты, пишите. То есть во время еды обязательно должны поступить кислые горячие напитки. Что такое кислые горячие напитки? Это, например, клюквенный морс в горячем виде или черно-смородиновое там, я не знаю, варенье, не очень сладкое, растворенное с горячей водой. Потому что при псориазе всегда идет некачественное пищеварение. То есть причинам псориаза некачественное пищеварение одна из причин, да? И поэтому ни в коем случае во время еды нельзя запивать холодным чем-то. Либо это чай какой-то, если это взрослый человек. Детям только органические кислоты, органические кислоты это кислые ягоды и вода. Это может быть теоретически компот из чернослива, компот из сухофруктов. Но опять, он должен быть не сладким, он должен быть кислым. На худой конец кисло-сладким. Напишите в противоположной строке сахар, ну просто, если только по жизненным показаниям. Потому что если вы будете кожного больного кормить сахаром, то шансов избавиться от этого никаких нет. Я бы сказала, что и мед даже не пойдет, потому что на мед и так у 50% людей аллергия. Если вы привяжете к вашему дерматиту мед, то мед он уже никогда кушать не сможет. Поэтому лучше пока не выздороветь, мед не употреблять. Что можно из сахара? Можно молочные конфеты. То есть нельзя ребенка вообще без сахара оставить, да? Поэтому, что допустимо, старт, спорт, му-му, золотой ключик, коровку, да, вот такие вот, условно говоря, вареное молоко. Понемножку, много им надо. При всех аллергических заболеваниях дерматитов идет очень сильная потеря кальция. Поэтому им нравится все, что связано с кальцием. По поводу воды. Молоко цельное нельзя. По поводу напиток. Либо молочно-кислые продукты, либо если вы употребляете цельное молоко, то надо будет покупать в аптеке фермент, который называется лактулоза. Значит, мы сейчас дохватили кожную экзему не только у взрослых людей, а и у пожилых бабушек, да? В первую очередь это дети. Это диатез, это экзематозные, это аллергические, атопические дерматиты. Это все в эту сторону. Дальше. АПГД. Я сейчас, чтобы не забыли, говорю про причины. Но одновременно сразу говорю путь, да? Чтобы нам дважды не ходить. Единственное, что он у вас будет записан как бы в одном месте. Разберетесь потом, что причины, что путь, да? АПГД. Значит, что живет? Живут грибы. Разные варианты. Это первое на первом месте. Запишите признаки грибов на коже. Я когда-то вам уже задавала в противогрибковом среднем, да? Признаки грибов на коже. Шелушение. Зуд. Безболезненность очага. Грибы перегрызают нервные провода, поэтому ничего не болит. Если бы у псориазников не были перегрызаны вот эти вот мелкие чувствительные нервы, они просто сошли с ума. Потому что представьте себе ситуацию. Если вы накололи занозу хорошую, вы не успокоитесь, даже спать не будете, потому что эта заноза будет беспокоить. А тут огромные поверхности, покрытые кровоточащими, разъеденными язвами. То есть человек бы просто от боли сошел с ума. Но грибы все отболеют. Все, что возвышается, трескает, шелушится, сочится, мокреет, течет. Случивается. Вот люди приходят, допустим, показывают. Вот смотрите, он и скажет, что это такое? У меня правая ладошка. Вот нигде больше. Правая ладошка. Тут, 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 тут. Драматизм. Можно с разных уровней рассмотреть грибы. Вески грамм. Может, грибы это награда за взятки, да? Кто бы это знал? Так вот, если где-то, на правой ноге, на левом ухе. Ну, товарищи, даже если у собаки чешется ухо, там может быть одно грибы. Все, что чешется, все, что дудит. Во влагалище, там, в прямой кишке, за ухом, под грудью, под мышкой, на коже, на волосистой части головы, на лысой части головы, там. Все это грибы. Если они нагноятся, то присоединятся уже бактерии. Ну, первоначально грибы. Поэтому основное грибы обследовать. Обследовать мы можем только на кандиду, к сожалению. Но у вас, наверное, в Москве есть клиника глубоких микозов. Не, наверное, а есть клиника глубоких микозов. В какой больнице? 81-й больнице. Да. Вероятно, там можно провести исследование на другие штаммы грибов. Но я точно не знаю, на какие, потому что у нас в Нижнем Новгороде вообще нету клиники глубоких микозов. Знаю, в Петербурге есть, знаю, у вас нет. Что еще может быть? Легко. Любые глисты. Любой из 150 видов глистов. Это могут быть акскориды, токсокары, астрицы. У детей это 90% энтеробиоз, астрицы. Если ребенку провести дегремитисацию, то тяжесть течения экзема, царя, нейродомида, диантеза и так далее резко снижается. Поэтому глисты просто поставьте три восклицательных знака. По поводу вирусов. Замечены цитомегаловирусы в этом нехорошем деле, в кожных заболеваниях. Вот витилиго, например, да? Это цитомегаловирусное заболевание в печени. То есть поражение участка в печени с нарушением зодопрегментного обмена в коже. То есть все взаимосвязано. Поэтому иногда даже цитомегаловирус может спровоцировать кожное кольтое заболевание. Но при этом обязательно должны быть грибы. Сам цитомегаловирус это будет цитомегаловирусная инфекция. По поводу бактерий. Как правило, бактерии не дают экзему псориатный дермин. Но если в организме есть статилококки и стриптококки, они просто присоединяются. И уже в поврежденной коже начинают делать свои колонии. Поэтому в противопсориазную мазь и народные целители, и все всегда добавляли чуть-чуть антибиотика на случай бактерий. Много противогрибкового на случай грибов. И правильно делали. Добавляли обязательно витамина, витамин Е, чтобы регенерировалась кожа. Обязательно добавляли какие-то антисептики природные. Где-то это деготь, где-то это масло чайного дерева, где-то это какие-то фракции из дерева, перерабатывающей промышленности, ризолы, например. Потому что мази все при дерматологической практике вонючие, горькие, антисептические. Вот это все связано в эту сторону. Но лечить кожу саму по себе не очень благодарное занятие. Потому что процесс ведет везде. В лимфе, в кишечнике, в крови. Все это перемещается, перетекает, растет, размножается. И кожа только выводит. Вот представьте себе кожа. Вот, например, 10 слоев кожи. Не важно, сколько это сообщение не делается. Вот здесь вот поселился грибок. Он попал, например, в крови. Какая у него есть перспектива? Выше лейкоциты. Съели этот грибок или доедают. Они могут его в кровь увести. И тогда он пойдет в головной мозг. И в сердце тоже. Он в кровь пойдет потом в печень, в почки. Печень сразу откроется. Почки тоже закроются. Поэтому никогда грибок не пойдет через кровь назад. Его просто сюда не возьмем. Может пойти через лимфу. То есть вот эта жидкость высасывается. Тут попадают ферменты. Они разрушают это все. Получается токсический, ну такой, токсическая лимфа. Попадает в лимфоузел. Лимфоузел. Имеет выход наружу. Через потовые железы и просто. Через мистерные железы. И лимфоузел начинает все это. Выгонять через кожу, чтобы не попало дальше. Если маленький лимфоузел поражен. Лимфоузел и очек. То будет маленькая. Маленький очежок. Десять ходов, один выход. Следующий лимфоузел поражен. Участок расширится. И он весь уже будет поражен. Обратите внимание. Все диатезные очаги над лимфоузелами. Паховый склад. Щеки. Сгибательные поверхности. Локти. Разгибательные ладони. Это все зоны крупных лимфоузлов. Поэтому сам псориазный очаг экзематозный, нейродермитный. Это кладбище мертвых токсинов. Грибково-бактериального плана. Отсюда лечить его бесполезно. Вы вот здесь его замазали. Зацементировали. Здесь остался очаг размножения где-то внутри. Он найдет другое место в другом месте. То есть уведет. Но ему будет сложнее. Проще выбросить диатезный очаг на сгибательных поверхностях, потому что лимфоузел рядом. Чем вести его? К примеру, на спину. Это надо будет пройти еще ряд магистральных коллекторов лимфатических. Поэтому кожу не лечат снаружи. Ее можно снаружи защищать, что хотите, но лечат ее изнутри. Через кровь. Через лимфу. Через кишечник. Итак. Грибы, бактерии, блисты. Следующая причина. Медикаменты. Любые медикаменты могут дать кожную проблему. Кожную аллергию. Следующая причина. Наследственность. Есть гены, отвечающие за кожу. Эти гены могут быть повреждены, включены, активизированы. Наоборот, деактивизированы. Как правило, заболевание имеет наследственную предрасположенность. То есть семейное, родовое заболевание. Передается, да? Движение роли не играет особенной. Вредные привычки особенной роли не играют. Ну, если только загар, может быть, или, как имеется, кремами сильно использовали. Но это, в принципе, биоэнергетика. Не сильно. Экология. Значительно. Чем больше экологической нагрузки, тем больше идет поражение кожи. Потому что поражает печень, почки, глядящая система. Травмы не актуальны. И время не актуально. Обратите внимание, ведущие причины стресс, еда, вода и паразиты всех мастей. В основном грибы. Отсюда путь. Говорят, что дерматологи – самые счастливые врачи. Во-первых, никто не умрет от псориаза. Во-вторых, работают только 2-3 дня в неделю. В-третьих, никто не вылечится. Потому что они сразу предупреждают. Вы знаете, что псориаз вылечится? Знаю. Все, у нас никаких вопросов. Это эксклюзивные врачи. То есть, дерматовенерологи – это как у нас элита врачебная. Элита. Врачи-кардиологи – это у нас чернорабочие. Потому что они без работы никогда не останутся. А у этих, ну как бы, как говорит, доктор, мне очень тяжелое заболевание. Нет, нет, что вы, бабенька, у вас очень легкая. Но если я вас вылечу, скажу, что я гений. Просто в чистом виде. Поэтому, если кто-то вылечит псориаз у кого-то, и сделает это сто раз. Такого еще не было. Чтоб кто-то сказал, и высветился, допустим, в мировой обществе, я лечу псориаз. Такого еще не было у нас. Хотя, очень многие больные избавились от псориаза. Но опять же, от них помогает мазь. Например, 50 человеком из 100 мазь помогает. Ну, мазь какая-нибудь, типа, новая, там, чем-то. Остальные 50 не помогают. Вот, что хочешь, то и делай. Ну, надо же, всем помогало, кроме меня. В чем разница? Причины. У кого-то только еда. У кого-то только грибы. Например, у человека только грибы, а еда нормальная. Он применил мазь, и у него все помогло. А у второго наследственность плохая, еда плохая. Вода плохая. Плюс еще экология живет в том месте. Он применяет эту мазь и ничего не получает. Поэтому все зависит от того, какой набор причин сработал. Итак, Путин. Не просто не нервничать. Первая ступень. Не просто не нервничать. А привести в порядок центральную нервную систему на предмет. Прямо напишите. Противострессовое питание. Противострессовое питание. Включает аминокислоты незаменимые. Обязательно. Все семьи незаменимых аминокислот. Включает все витамины группы В. Включает минералы цинксилен. И обязательно включает витамины А и Е. Потому что чаще всего диетез бывает у ребенка. Экзема, псориаз, неразермет, атопический дерматин. А он вообще не нервничает. Он просто так живет. У него каждый шаг к нему это какой-то определенный стресс. И поэтому если вдруг он может сказать, да вы не нервничаете, у вас будет легче. То ребенку этого ничего не скажешь. Он не понимает, что такое нервничать, не нервничать. У него просто такая жизнь. Поэтому одним психологическим блоком вы не отделаетесь. Если хотите избавиться от диатеза, крапивницы, это все сюда, в эту сторону. Все кожные заболевания. Вообще заболевания, говорят, кожные одно только. Клещ. Либо чесоточный, либо, запишите, очень плохой клещ. Демо-де-коз. Демо-де-коз. А? Значит, как его обследуют? При демо-де-козе могут быть любые аллергические заболевания кожи на любых местах. Чаще всего на лице. А вы следует его так, вырывает ресничку одну и смотрит. Потому что этот демо-де-коз живет глубоко под кожей. И если на ресничке, то вот этот клещ, он виден. Но клещ это паразитар, это все равно паразитарное заболевание. А? Антипаразитарка. Антипаразитарка, причем длительная, годами. Антипаразитарка иммунитет. Итак, идем. Противострессовое питание. Второе. Еда. Мы еду записали. Значит, если при всех остальных заболеваниях мы на первом этапе не добавляем никаких продуктов, мы сначала чистимся, то для кожи уже на уровень еды можно что-то добавить. Потому что если мы, если человек имеет уже кожную проблему, это очень большой вариант, что у него ферментов уже нет. Потому что в пищи не переваривается. И если мы будем ждать до седьмой ступени, пока мы добавим ферменты, то это будет очень долго. Нам нужно эффект получить гораздо быстрее. Поэтому мы прямо в еду, в хорошую еду, которую мы с вами записали, добавляем ферменты. Это папайя, ассимилятор, дегистейбл, пищеварительная формула. Значит, если вы пойдете неправильно, то вы получите неправильный результат. Например, обнаружили больного с цариатом и предлагаете ему, ой, вас надо почистить. Он говорит, нет, нет, вы знаете, у меня сейчас не обострение. У меня сейчас это хорошо. Вы меня не видели, когда у меня было обострение, вообще весь был покрыт, да? А сейчас у меня просто вообще пять очагов. Вы говорите, не, 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 я все знаю. Мы с вами должны почиститься. Берете этого больного, убеждаете его, сила убеждения у вас непросто вообще. Не знаю, врачам бы такое, мы бы счастливы были. Так как вы на полном, так сказать, информационном нуле, так все доказываете, но что там интересно, в ваших руках все работает. Потому что вы святого это верите, как тот невропатолог, который вылечил болезнь шеглена, наследственное дегенеративное заболевание кожи, которое вообще не лечится, да? Он был полностью уверен, что это просто экзема, и вылечил ее в легкую. Но когда ему предложили, потом повторить этот опыт, сто человек ему дали, но сказали перед этим, что тяжелейшая наследственная генно-хромосонная операция, то есть она не лечится, да? Он уже пробовал, у него никак не получилось. Это он просто на своей, как бы, наивности и незнании настолько был уверен, что это все лечится. Но на самом деле, он мальчика вылечил. То есть нервная система знает, может, все. Поэтому у вас, как бы, незамутненный абсолютно разум. Вы свято верите в то, что делать, в этом у вас все получается. Врач ничего, он скептик. У него одна проблема. Он все знает, но он скептик. Он ни во что не верит. Поэтому он сразу 50% помощи больному снимает. Мог бы помочь, а раз не верит, значит, не работает аналитический уровень. Некоторой водой, ну, вообще, такие чудеса творят. Что даже когда мы ищем механизмы, как это сработало, то есть непонятно. То есть, ну, вообще, не должно было сработать, сработало. Кстати, эффект плацебо и ноцебо, есть эффект плацебо, когда вы сопровождаете всю информацию. Вы даете тяжелейшему больному просто глюкозу и говорите, что это самое суперсовременное средство, которое имеет 100 уровней действия. Человек пьет, ему помогает. Вообще фантастика. Или наоборот, эффект ноцебо дают ему это самое современное средство, которое помогает. И говорят, что это в любом случае вообще не помогает. Эффекта ноцебо. То есть на этом уровне врачи уже много лет, уже более 100 лет разбираются с этим эффектом плацебо-ноцебо, понять не могут. Кто там работает, где там что? Либо своя вера работает, либо его вера работает, либо его центральная нервная система, либо информация лекарства. То есть, ну, что-то в этом работает. Поэтому, если вы сами верить не будете в то, что делаете, то в ваших руках ничего работать не будет. Какое лучшее средство от каши, да? Знаете, врач вышел на 5 минут, зашел, ну, кто-то, условно говоря. В каилюре сидели куча больных. Врач зашел и жаловался. Ужас. Все каши, ничего не могу сделать, лекарств нету, он, ты их уже всех вылечил. Ну, как? Я им дал свидетелей, видите, боятся каши для себя. То есть, между прочим, в этом глубокий смысл. Человек, у которого чистый кишечник, он не кашляет. У него вставнее, чем кашляет. Так вот, есть ли, так сказать, эффект плацебо, да, мы вот про это вы говорили? Так, еда. Сказали, это сказали. Что добавляем еда наши препараты, наши продукты, конкретно ферменты и конкретно бактерии. Потому что, если бы с ферментами и бактериями у человека было в порядке, то у него бы не было ни псориаза, ни экзема, ни эридермита, да? Мы с вами проходили тренинг по аллергии. И мы уже с вами говорили, что представьте себе, кишечник, мембрана, мембрана крови. Если тут недоокисленные продукты, прошли тройную таможню, русскую, украинскую и снова русскую, мы когда переезжали в таможне, прямо сидит айс на таможне. У него там гнездо свил. Я говорю, это наш айс. Нет, это украинский. Я говорю, точно наш. Он говорит, нет, это украинский. Смотрю, он чуть-чуть. Я говорю, яйца наши. Что такое? Родился на нашей территории наш айс. Так вот таможня, запомните, аллергия это плохая таможня. Плохая таможня. Вся грязь из кишечника, ну не точно грязь там, чернозем, да? А недоокисленные белки, неразорванные аминокислоты, амин. Всасываются и прямо в крови начинают кормить грибов. Вместе с глюкозой, с сахаром разными идут туда. Потому что кишечники может гурлить что угодно. Но, да можно граница на замке. Тогда никакой аллергии не будет. У человека максимум, что может случиться, запор или понос. Пропоносился и все. Вот нормальный человек. Выбил молоко. Я говорю, вы молоко переносите? Нет. А чё ж пьёт? А так прочищусь заодно. Это называется нормальные сосуды. Выбил человек литр молока, сходил литром в туалет, зато чистый. А у тех, у кого сосуды плохие, проницаемые, они до церкви не добежали, все эти белки, и ушли прямо в кровь. У него начнётся, что вы думали, насморк. Самый обычный банальный насморк. И человек это будет называть аллергия на кошку, на мышку, на полынь, на тополь, на всё, да? Если в крови огромное количество белков, глобулинов, всяких иммунных комплексов, недорастворённых, недоокисленных, на всё будете реагировать, на подушку, на перо, на мужа, на свекровь. Секровь пришла, у вас аллергия. Всё. Ну надо же. Но причина не в свекрови, поверьте. А в вашем кишечнике. Смотрите всё время глубже. Прямо в кишечнике. Поэтому если кишечник дырявый, значит будет аллергия на всё. Обязательно в французские духи аллергия разобьётся. Вот бедоболин. Ладно, то есть с едой сразу ферменты, бактерии. Так я не договорила вот что. Вы говорили чека почиститься. У него было три бедна. После того, как вы почистили, ему стало 33 бедна. Потому что вы всколыхнули ему этот грязный кишечник, всё ушло в кровь, кровь и шло в лимфо, лимфо шла через кожу. Всё. Что он вам скажет вместо «спасибо»? Да. Спасибо наоборот, он вам скажет. Поэтому не надо хватать и чистить аллергических больных. Это очень опасно. На первом этапе сначала объясните, поговорите. Чуть-чуть добавки, чтобы нервная система урегулировалась, потому что стрессом состоянии вообще сложно. Потом разберитесь с едой бесплатно всё это убирайте. Прихонечку добавьте в лёгкую. Хотя бы в причиневарительную форму. Добавили, смотрите. У вас прямо налицо. Критерием что является? Кожа, не отсутствие, хотя бы не увеличение, да? Если вы заметили, что хоть пятно начало расти, всё, вы назад сразу. Потому что некоторые говорят так, ну ничего, что, что, начинается обострение, всё через обострение, чему очень важно, размер питна и всё это такое. Поэтому не надо через обострение. Надо лечиться много через обострение, но не вами, а врачами. у врача одна отговорка. Послал на курортчик, приехал с уставом, принесли нонсилки, а врач говорит, а так и должно было быть, я просто вас забыл предупредить. Он говорит, зачем тебе столько денег потреблял, я лучше тут сидел в Москве. Но зато у вас через обострение потом наступит улучшение. правда, через кризис, да? Зато потом у нас наступит рост. То есть не надо так, надо сразу, чтобы улучшение наступало. Потому что, если вы внутри ничего не видите, то давление вы видите сразу. просто кожу, вы видите, вот она вся на лице. Результат вашего лечения будет на лице. Вода. Строго. Кожными заболеваниями пить надо много. Ну, два литра хотя бы надо. А дальше наступает так и БГД программа. Если вы угадали вирусы или подтвердили, и то, и то работает. То это будет противогрибковая терапия. Давайте запишем. Противогрибковая терапия для больного экзема, цариаз, нейродермит, диатез. Ну, первое. Не кормить грибок. Как пишите сюда же. Не кормить. Грибок любит сахар, муку, дрожжевой хлеб, молоко. Не поить. Грибок любит кофе с молоком. Сладкий чай. Третье. Огорчить его. Он не любит горечи. То есть потихонечку начинаете. Черный перец. Если это взрослый человек, да? Если это ребенок, то черный перец горошками не глотать. Не жевать. Сразу проглатывай. Например, два горошка. Внутри растворится с сахаром окажут. Значит, дальше. Лист черного ореха. Легкое противогрибковое действие. Одновременно проверите медленно глистов. Если ребенок по полтаблетки два раза, если маленький. Если большенький по таблетке два раза, если взрослый по две два раза. То есть нарастание в дозе. Хотя бы 7-10 дней. Запомните, при кожных заболеваниях нельзя назначать 5 и более препаратов, продуктов. Можно начинать только по одному. Начали. Только, например, лист черного ореха. Смотрите. Если вы сразу присоедините лист черного ореха, витамина, витамин Е, проволокно и так далее, то когда увеличится, отменять придется все. Потому что вы уже не поймете, на что он отреагировал. Поэтому, смотрите лист черного ореха. Добавили. Смотрите за кожей. Кожа на лице, туда или сюда. Лучше, хуже, никак. Два-три дня прошло, четыре. Нормально. Добавляем. Начинаем. Холодное серебро. По пол чайной ложечки три-четыре раза. Желательно натощак, чтобы прошло до еды. И одновременно пробуем сбрызгивать очаги. Например, у ребенка там на руках очаги. Вот пробуем сбрызгнуть коллоидным серебром. Смотрим, есть ли там бактерии. Потому что, если там бактерии есть, коллоидные и прочие сильно на них действуют, то сразу будет какое-то облегчение, хотя бы снятие зуда. Значит, кожа – это идеальный инструмент. Если вы что-то нанесли на эту кожу, а внутри то же самое, да? Внутри те же язвы, те же рыцарь, те же колдобины. Если вы нанесли на кожу, вы уже видите, как оно действует. Например, вы нанесли серебро, кожа покраснела. Все, серебро внутрь не надо. Там все тоже покраснеет. Вот эти воспаленные участки кожи, то у вас будет как зеркало, на котором вы будете пробовать, экспериментировать. Не намазывайте человека сразу всего чем-то. Да при чем это карасин? Ну, где эту карасин? Возьмите пока горечь. Лишь в черного ореха тоже горечь. Дальше идем. После этого присоединяем кору муравьинного дерева. Чтобы определить, будет ли на нее аллергия, среагирует ли очаг, вы сначала ее разводите в воде в чай и прикладываете к очагу. Ну, то есть, мажете очаг. И смотрите. Может быть, два варианта, всего два варианта. Либо в очаге стало лучше, либо в очаге стало хуже. Ну, может быть, нулевой вариант, ничего не произошло. Но тогда и внутри ничего не произойдет. Понятно, да? Механизм. Поэтому смотрите, если очаг побелел, вы знаете, мы сделали этому человеку масло с корой муравьинного дерева на лицетине. Намазали очаги, они раз все ушли. Но мы понимаем, что они все вернутся через несколько дней. Потому что процесс-то не произошел. Но тогда мы уже смело знаем, что внутрь идет лицетин, кора муравьинного дерева и какое-нибудь растительное масло. Потому что раз есть от чего оттолкнуться, а кожа это то, что вы будете... Так же, как с давлением. Вы приемли, вы имели давление. Меньше, лучше. Если давление повышается, значит, вообще не в ту сторону идет. Например, выпили 3 литра воды при гипертонии. Давление повысилось. Но кто вас 3 литра просил? Вам сказали. 50, 100, 150, 200, да? Все. Где вы навредите, вы всегда сразу почувствуете результаты. Отслеживайте. Посмотрели. Ага. Лиз черного ореха работает, серебро работает, кора муравьинная работа. Или, например, серебро работает, лиз черного ореха работает, кора муравьинного дерева и покраснела. Все, кору убираете. Не надо внутрь, значит, ее. Раз кожа уже покраснела, она уже говорит. Все, не надо. Пробуем дальше, следующим этапом, масло чайного дерева. Пробуем мазать на кожу. Смотрим на кожу лучше. Вспоминаем. Процесс не на коже, а внутри. Начинаем масло чайного дерева пить каплями. Берем капсулу лецитина. Выдавливаем ее в ложку. И капаем туда одну каплю чайного дерева. Пока не для детей, говорю, а для взрослых, да? Но если у ребенка бывают серьезнейшие проблемы, то и маслом чайного дерева детей надо лечить. Восстанавливаем. Понимаете, какая ситуация? Ведь вы уже нездорового человека взяли. Вы уже взяли больного человека. И здесь уже вопрос идет о восстановлении. У вас-то фишка какая, что мы никого не больных не берем. Но если у человека на коже что-то есть, он явно больной уже. Это уже пятая ступень неделительного нарушения неделительного процесса. Поэтому вы лучше как бы не включите на всех узлах, чтобы не берете больных. Вы лучше говорите, что мы берем больных, но мы их кормим, оздоравливаем, чистим потихонечку, учим их здоровому образу жизни. Мы не лечим, потому что псориаз не лечится. Гипертония не лечится. Сахарный дебют не лечится. Но мы просто учим человека правильно с тобой распоряжаться. Посмотрели. Смах от чайного дерева. То есть мы сейчас идем по вариантам противопаразитарно-вирусно-бактериальные программы. Это должно быть долго. Это должно быть может быть месяц, может быть два. То есть попил, посмотрели, попил, посмотрели, добавили, убавили, подобрали дозу. Хорошо, если вы опытный нутрициолог. Если вы не опытный нутрициолог, закошные заболевания пока вы не беретесь. До тех пор, пока не станете более матерым. Потому что есть дистрибторы, которые вообще берут больного в четвертой степени пассориаза, то есть просто. Покрытого с ног до головы. И за полгода его выводят в совершенно идеальное состояние. Они просто, во-первых, ничего не боятся. Во-вторых, они четко уверены, что от воды никому плохо не будет. Но они правильно все делают. И когда человеку помогают, это нормально. Потому что он все равно никому не нужен. Дальше. Что еще добавить можем? Чеснок. Правильно. Добавили чеснок, печень затошнила. Вспомнили, что когда у нас идет АБВГД, в первую очередь хоть что-то надо обследовать. И при слове псориаз, экзема, нейродермит, запишите волшебное слово печень. Потому что в кишечнике вам нечего исследовать. Там тухлая, непереваренная, грязная, без ферментов и бактерий, жидкость. Там нечего исследовать. Представляете, там все бурлит, гниет, бронит, ничего не переваривается, ничего вы там не найдете. Радостно. А вот печень надо обследовать. Обследуем печень. Лямблии, раз, аписторхи, два, таксокары, три. На всякий случай гепатиты набираем. А, Б, чтобы не получилось, что у человека гепатит. А мы не знаем. Обязательно цитобегаловируем, смотрим. Все это делаем по анализам крови. Если, если амблии, можно назначать противолемблиозные, питание, а потом коррекцию, потом чистки. Тот же самый путь. Система в системе, да? Например, вы, все, было все нормально. Вдруг у него нашлись лямблии. Возвращаемся назад. Противолемблиозное питание, противолемблиозные напитки, зондирующие, кислые. И конкретно схему против лямблии. А они туда тоже рекомендуем. Терез черного ореха, чеснок, серебро, кора муравьиного дерева. Можно добавить кору, осины какую-то, горечь. Можно сходить к врачу, он вам добавит два-три каких-то, ну, я не знаю, там. Что он может добавить? Ну, ничего ему он добавит, кроме дипломблика. Позежин может трехополу добавить на несколько дней. Но может быть, и будет смысл, если у ребенка тяжелый экзематозный процесс и плюс выявились достоверно лямблии. Только, пожалуйста, я вас прошу, не ориентируйтесь на Амирон на 100%. Если идет речь о кожных заболеваниях, серьезном, экземах, цариас, нейродомидах, серьезное кожное заболевание, да? Здесь играет только стандартный анализ. Вы сиамилямблии, БАИПА, значит, да, есть. Или, посмотрим, мы там определены. То есть, и вот на этой программе паразитарной мы сидим от одного до двух-трех месяцев с перерывами. Пролечили 10 дней или пропили 10 дней и убрали. Что пьем в промежутке? Ферменты, бактерии. Снова попробовали, отпустили. Снова ферменты, бактерии. Так несколько раз. И только потом, через один-два месяца мы говорим слово очистка. Естественно, начинаем не с калавады. Вперед начинаем потихонечку. Лакс-макс. Набираем сбор из того, что у нас есть. Сбор номер один, номер два. Очистительный. Альберт Азера. Две того, две того. Обязательно сарбент какой-нибудь добавляем, люцерну или кел. Можно порошочки от глины, но только на ночь, уже не в режиме калавады. И смотрим, все время смотрим на кожу. Что с кожей? Иногда, после, когда чек нормализовал еду и воду, и уже проходит половина. Легче, 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 легче. Я общаюсь со многими дистрибьюторами и которых лично был. Царят, причем тяжелейше. Были покрыты, ну просто, вообще, корками. Через год смотрю, абсолютно чистые, красивые женщины и вообще, так сказать. Но образ жизни изменился. То есть, все, что ели уже раньше, нет. Потому что, кожа, это визитная карточка человека. Знаете, что такое женщина, которая не может родиться на пляже? Это плохо. Это будет и настроение плохое, все будет плохо в жизни. Почистились. Аккуратненько. Среди чисток надо пройти три чистки. Кишечник, печень и потом лимфа. Почки и легкие при псориазе страдают только в последней стадии. Но если уже псориаз смешан с аллергическим бронхитом, там уже все системы забиты. Кожа, это одна из выделительных, один из выделительных органатов. После очистки мы спокойно принимаем ферменты, бактерии и витамины, минералы. Витамины, минералы мы принимаем те, с которых и начали. Это витамин Е, клеточное питание. Витамин А, фикатен. Это витамин С, экстаси. Это лецитин, обязательно. Большие дозы лецитина. Вот одной до 5-6 капсул можно, если, ну, нет сопутствующих никаких тяжелых. У лецитина одна, так сказать, одно противопоказание. Он стимулирует давление. Гипертоникам лецитин нежелательно назначать в большом количестве. А всем, кто с другими системами, включая репродуктивную, это все можно. Только не забывайте, что лецитин это витамин группы В. Предстояли все витамины группы В, включая комплекс В и фолиевую кислоту, работают, но только желательно в микродозах. Учитывая, что кишечник плохой, аллергичность высокая, плюс грибы, 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 может развиться аллергия на любой витамин. Поэтому лучше, если вы берете микродозы, то есть одну капсулку в день. То есть все восстановление кожи сводится еда, промывание и сорбция и антипаразитарно-грибковые программы кишечника. Потому что не вопрос напитать кожу, вопрос прекратить у нее доступ токсических веществ и грибов. Восстановление кожи идет очень быстро. Кожа умирает, что называется, со скоростью света, со скоростью света и рождается. Человека за две недели можно из полного очага превратить в нормального цветущего человека, но это было бы строго. Сейчас для этого используются плазма ферезы и различные обменные переливания крови, и аппаратура, которая чуть ли не искусственной почки, да, но это все принудительно, очень сильно принудительно. Но представьте себе на плазма ферезе чистить плазму, а потом пойти покушать что-нибудь не то и в эту плазму снова все заходит. Поэтому путь идет никуда. Конечно, человеку можно помочь. Идеальный вариант, идеальный вариант, если человек лечится где-нибудь не дома, не в момент работы, а, например, уехал куда-нибудь в деревню или еще куда-нибудь, на воздух, и потихонечку там, потихонечку голодает, потихонечку корректирует вес, потихонечку купается где-нибудь. Единственное, запомните, больные с кожными заболеваниями, включая аллергических детей, не должны купаться около берега на море в критических городах. Критический город, это Одесса. То есть там и здоровый человеку со здоровой кожей нельзя купаться. Потому что там очень много разных бактерий. Потому что представьте себе кожный барьер поврежден, он проницает. Вот если нас с вами опустить хоть в навоз, закопать нас в навозе, если такое лечение некоторых странах, вытащат, встряхнут и никаких проблем, потому что через кожу ничего не входит. Это стопроцентный барьер, но если кожа повреждена, трещины, расчеты, то инфекция зайдет любая. Причем та инфекция, которая никогда в нас не зайдет, синебнойная палочка, еще где-нибудь найдется. заглатывая на 100%. Я когда смотрю, как дети полоскаются прямо у берега и заглатывают воду, это, конечно, ужас. Конечно, ужас. Постоянно очень много слонки и, в общем, да, действительно. в речушек все это при за Менделеевой. У нас томские дистрибьюторы, очень нехороший там мастер был, он показал нам, что пленка проявляется. Он опустил пленку в воду в той реку и пленка проявилась. То есть огромное количество токсинов. Значит, по механизму действия он здесь не подходит, потому что энергии, которую мы получим от микрогидрина от самого, ее на кожу не хватит. Тут не тот механизм задействован. Здесь идет механизм отчистки в основном. Микрогидрин можно принимать уже на последние ступени в качестве энергетики. Вот опять медицина очень удивительная вещь. Я раньше как-то не задумывалась. У нас есть, например, такой термин псориатический артрит. Псориатический артрит. Как бы у человека развился псориаз и как бы этот псориаз потом дал осложнение на артрит. Но уровень глупости какого? Если у вас живет внутри грибок, то он даст и артрит, он даст и псориаз, он даст и перхоть, он даст вообще и облуси и все на свете. Причем тут псориатный артрит? Или псориатический? То есть кто-то живет где-то где клетка, печень, кровь, кишечник, больше жить негде. и межклеточная жидкость. Так вот запомните еще одну вот кожа вот это допустим клетка кожи а вот эта вот жидкость называется межклеточная ее 70 литров у человека крови 5 литров лимфы 5 литров мозговой жидкости литр желудочно-восокое пол-литра мочи литр если мы посчитаем это будет 15 литров всего лишь всех жидкостей а мы весим 70 килограмм и состоит на 70 процентов куда еще 40 50 литров делись межклеточная жидкость вот при кожных заболеваниях это уже грибок не в крови он уже не в кишечнике он уже глубоко в межклеточной жидкости вот он ее все уже съедает он ее уже завоевал вот тут уже плантации у кого-то на одном локте у кого-то на груди у кого-то на бедре у кого-то там на животе у кого-то на затылке он уже там живет это для него это огромные территории микроскопически поэтому что чистить надо вопрос и шишник надо чистить надо печень надо чистить желчь надо сбрасывать антибактериальная надо лимфу надо чистить надо но лимфу мы чистим ее всего 5 литров если мы ее вычистили ничего не произойдет а надо чистить вот эти 70 литров межклеточной жидкости это называется система лимфоочистки но мы ее будем чистить через лимфу то есть мы не лимфу чистим а через лимфу чистим кожу тканей мы выводим этот яд не сюда а сюда через нос через бронхи потому что у лимфы нет выхода у нее выход нос миндалины трахея легкие гортань и бронхи поэтому если заболекожный больной начинает чистить лимфу откуда потечет из носа понятно да если ниоткуда не потечет начнет чиститься откуда должно потечь итак продукты еще раз напишем продукты которые наши продукты внутри цепки которые рекомендуются экзема псориаз нейродермис и так далее первое вода коралловая вода второе глюцерна как сарпин третье лист черного ореха глюцерна кстати запишите обладает противогрибковым действием конечно сок свежий глюцерна это мощное противогрибковое действие а глюцерна каким должен 3 4 6 не противогрибковым из черного ореха паразитарно-глюцерна глюцерна глюцерна кора муравьиного дерева паудеарка антибактериальная вирусная глюцерна паразитарная глюцерна диэстейбл папайя пищеварительная формула витамин Е витамин А гикотен лецитин и витамины группы В вот из этой коллекции мы выбираем но ничего из них конкретно на коже не действует это понятно если вас спросят а какие у вас есть средства от экземы или от псориаза у нас никаких нет ни от экземы ни от псориаза от экземы от псориаза теоретически может быть только мазь какая-то потому что принцип медицины таков намажь мазью пораженный отчет и жди пока он пройдет если это не помогло возьми следующую мазь это не помогло возьми следующую не помогло это возьми гормоны и мажься гормонами всю оставшуюся жизнь если будет тяжело сделаем гормоны внутривенном внутримышечном еще как вот у нас такое сейчас лечение пока кожных заболеваний там не будет ни противогребковой никакой потому что тогда уже дерматологи превратятся не в дерматологов тогда им уже придется заниматься желудочно-кишечным травмом тогда им придется уже заниматься качеством крови тогда им придется уже заниматься паразитологией тогда им придется уже заниматься грибами тогда они уже будут смесь инфекциониста гастроэнтеролога паразитолога иммунолога И диетолога, плюс еще куратолога и так далее. А у нас пока дерматологи в чистом виде. Хотя опытные дерматологи, особенно те, кто с нами давно сотрудничает, они уже давно лечат псориаз. Давным-давно. Просто, чтобы никому, так сказать, не мозолить глаза, они об этом не сильно говорят. Потому что если выстунется, кто-нибудь скажет, я лечу псориаз. Тут все забегут. Вы лечите, выстунете только, я лечу диабет. Тоже набегут все, да? Справит начнут говорить о как, о чем, о чем, о чем. Поэтому спокойно, я знаю, дерматолог, который шикарные результаты имеют. Попсориазы? Но у них нет необходимости писать статьи в научный журнал, доказывать кому-то что-то. Потому что на то идет колоссальное количество энергии. Учего они энергии на проект на больных людей. Но они учат человека питаться, они учат его чиститься, они учат его пить, они учат его не нервничать, потому что это все идет обострение. Они учат его проводить парцитарные брюковые очистки, они учат его пользуются ферментами. Вот то, что мы с вами делали, да? Они учат его принимать правильные витамины и минералы, потому что там тоже. Сюда можно еще, безусловно, добавить цинксилен как защиту. Микроэлементологи, особенно ведущие, вот они берут просто больного ассоциариата и назначают ему хотя бы на первом этапе просто цинксилен, микроэлементы какие-то. И что-то сразу резкое улучшение. Но от одних минералов ничего не произойдет тоже, да? Если есть, ну добавили вот цинксилен, а у чеха грибы так, ну не съели цинксилен и все. Значит, температура воды, представляете, не играет большой роли. Но вообще лучше всего, чтобы не терять энергию пить все-таки теплую воду, да? Вы должны найти свой градус этой температуры. То есть какая-то вода там должна быть особо приятная. То есть причем в разное время это пора. Если после бани вам одной воды хочется с температуры, то с утра вам совершенно другую воду хочется. Итак, цириас, экзему, нейродермист. По поводу демодекоза. Демодекоза – это клещ. И живет он прямо местно. Но, к сожалению, живет глубоко под кожей. Если чесотка живет прямо на коже, в верхних слоях кожи, да? То демодекоз проникает в глубину. В основном на лице. Значит, если вы нашли демодекоз, вы человека подтвердили, обязательно надо подтвердить, то это длительное получится лечение. При любой погрешности диеты будет идти обострение. При любом нервном стрессе будет идти обострение. При любых расчетах, загарах, там, хлорированной воде все время будет идти обострение. Но, нужно с ним бороться? Нужно. Нужно. Потому что иначе он перероет всю кожу. Значит, причем? Ну, усилился, где-нибудь на пятках. То есть, литься прямо на лице. Ну, просто. Как тут и было. Поэтому присоединяется местное лечение. Местное. Или отторовление, скажем так. Но маски не назовешь как бы лечением, не назовешь отторовлением. То есть, из чего могут быть сделаны маски? В маски может входить только все то, что внутрь шло. Это может быть карамургиновое дерево. Например, смешанное с растительным маслом и лецитином, прямо нанесенное на лицо. Это может быть исцеляющий бальзам. Это может быть прямо маски из коллоидного серебра. Отплетку. Это обязательно должны быть пилинги. Лучше ферментные пилинги. С помощью системы СССР. Потому что кислотные пилинги в данном случае не нужны. Будет верхний слой кожи сниматься, и она будет еще более открываться. Это обязательно нужно под язык серебро, золото и любые наши продукты, которые мы используем. Например, фермент, ассимилятор или активин, или папайя. Потому что здесь существует местный бассейн для лица. Это бассейн лимфатических сосудов челюсти. Это слюны и железы. Это подчерестные лимфатические узлы. Они не пускают его дальше. Но если в них будет находиться антибактериальная программа, то в любом случае это будет лучше, чем ничего. Но быстрого эффекта, я скажу так, при коже быстрого эффекта не получится. При гипертонии вы можете получить эффект уже через две недели устойчивый, хороший. Как только кровь разжижилась, ростола нормальна, уже сразу идет не будет. При кожных заболеваниях эффект немножечко отсрочен. И больше всего надо будет разбираться еда, вода и грибы.